Здравствуйте! Участились жалобы клиента Звербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Алгоритм мошенничества на самом деле прост. Зломомышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. А терминал дает на завершение этой операции 90 секунд. То есть если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего. Эксперты по безопасности видят серьезные ошибки в сценарии работы устройств самообслуживания Звербанка. В самом же банке просто призывают клиентов быть внимательнее. Итак, чуть подробнее как это происходит. Предыдущий клиент начинает операцию, указывая, что он хочет перевести какую-то сумму на такое-то назначение. Он вводит все реквизиты операции, а дальше банкомат хочет, чтобы он вставил карту. И этот человек отходит. Следующий клиент, допустим, из очереди просто подходит и вставляет, как обычно, свою карту. Ведь на экране все та же надпись «Вставьте карту». Он вставляет и подтверждает ее своим пин-кодом. А фактически он подтверждает операцию по переводу средств. Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что единичные случаи таких хищений появились где-то полгода назад. Но в последние две недели количество обращений граждан в полицию по этому поводу резко возросло. Во всех случаях хищение было при наличии очереди к терминалу. Эксперты отметили, что в данном случае проблема на стороне кредитной организации и состоит в сценарии работы терминала. Например, есть возможность настроить устройство так, чтобы сначала выбирался способ оплаты, ну, например, карты и наличные, а уже потом реквизиты. Такой сценарий реализован в терминалах многих банков. Будьте аккуратнее и внимательнее. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!